Итак, добрый день, уважаемые зрители футбола! Приветствую вас на передаче «Мир» любительской футбольной лиги. Вот и мы вместе с вами наконец-таки возвращаемся после столь длительной паузы. Да, наши коллеги уже подключились, что скукни Юго-Запада, что в натуре. Ну вот и потихоньку «Мир» ЛФЛ также выползает на ваши экраны. Сегодня в студии, как обычно, я и Вилк Янов. И также мой коллега Николай Воров, Коль, приветствую тебя. Коля не только, кстати, у нас следит за мини-футбольной лигой, да, он также пишет статьи, но и также является игроком футбольного клуба «Форум», который в первом дивизионе вот-вот может проникнуть, возможно, в западную премьер-лигу, но об этом мы как раз-таки поговорим в ходе этого выпуска. Привет, Илья, привет телезрители! Я надеюсь, как бы вам было интересно читать наши обзоры, статьи, ну и в том, тем не менее, как бы смотреть передачи, которые делает, собственно, Илья Лукьянов. Да, Коль, ну у нас сегодня с тобой обзорная передача, да, сезон 19-20 самый длинный, да, наверное, в истории точно, ну, многих чемпионатов и любительская футбольная лига 5 на 5 не исключение, вот, при том, что, кстати, чемпионат еще первого дивизиона не закончился, да, то есть еще, по-моему, там один или два тура остается, ну, у кого-то один, у кого-то два, вот, ну, а мы, конечно же, подведем, вот, с Коль, итоги западной премьер-лиги, ну, действительно, сезон получился длинным, сезон получился интересным и, самое главное, получился интересным с двух полюсов, да, было интересно выглядеть, действительно, кто же станет чемпионом, ну, в какой-то момент, на самом деле, это уже было не очень интересно, но вот дальше, кто займет, действительно, подиум, и, а также, кто отправится в первый дивизион и кто отправится в первый дивизион, ну еще пока точно неизвестно еще даже кто поднимется из еще двух команд да ну об этом всем мы как раз таки в ходе передачи посмотрим коль пока быстренько короткий вопрос как тебе вообще в целом сезон понравился явно если охарактеризацию я сказал что он такой эпический вышел потому что никто не ожидал что вот мы так неожиданно прервемся да и к этой паузе же какие-то вопросы были решены в том числе чемпионство как мы понимаем кого ну как многие все понимали же знали кого что досрочно за несколько туров это все было сделано но в целом как борьба еще сохранялся бы до последнего тура я могу сказать как в лучших традициях как итальянского футбола у кого там все решились кого-то в последнем матче но максим киселев уже поставил лайк тебе за этот выпуск вот но я согласен очень внимательно тоже следит как не только за большим футболом как но тем не менее как бы хоть атлетика не участвует здесь как бы но максим является обозревателем наблюдателем мини-футбола ну правильно понимаешь мы все равно все здесь заражены так сказать футболом действительно здесь в хорошем смысле все больны и поэтому боитесь только футболом уважаемые любители что школе я предлагаю давай тогда с тобой обратимся так таблицы до западной лиги откуда начнем мы сверху или снизу ну давай сверху все-таки поздравим как команды которые завершили этот сезон каба и наших призеров которые все-таки завоевали эти места с первых кто елать не конечно элементы это весна из форма нет то что воде ну может быть где там на классе кого-то взяли кого то что они во первых смогли защитить свой титул каба потому что не каждому это удается мы знаем что они раньше занимали там не первое второе место вот два года подряд они берут чемпионство причем с завидным преимуществом я про то что кстати с каждым годом они только нагнетают и дать туда и у них чего бы но я понимаю что оставится вторая цель кого впереди нас вы ждет кубок западной лиги где они тоже будут бороться и отстаивать тоже титул да и в любом случае элементов поздравляет до максиму личик действительно собрал уникальный состав ну вот там очень долго да кстати элементы не проигрывали вот давайте вспомнить как бы игру с вашим флагманом когда максим вышел таким джокером до появился там буквально на минуту и первым же касаемо поразил и все и дальше пошел на замену да спасибо максим на самом деле мы об этом тоже подумали если максим личик сыграл там буквально 30 секунд есть сыграл на еще больше может мы бы даже и одного очка во втором матче союм этот элемент не смогли забрать действительно результат очень классный 30 побед смотри две ничьих два поражения всего лишь поражение нас по моему от центра и вот тройки диалог и при минимальном одинаково решено как в принципе там интриги уже не было но тем не менее я думаю что вот до первого поражения они держались так чтобы вот сезон противок ну постараться максимально сухо ну когда вы получил это наружесе раз кого не так обидно несколько похоже может быть на имя ливерпуль да это уже тоже пандемийного года ну вот все шли без поражения да но потом уже поняли когда чемпионы ну хочешь не хочешь но ты все равно чуть-чуть расслабляешься ну и ну и тем более да посмотри на ближайшие присесть поздравляем левобережный кстати да и опять команда два полюса в прошлом году они были в шаге от того чтобы вылететь здесь действительно очень все было на то и никого а теперь левобережный занимает вторую строчку и вот просто еще раз подчеркиваем действительно выдающийся сезон элементов плюс 22 очка вот ближайшего приставить это фактически там не знаю четверть сезон как который черт игр они опередили взяли вверх вот любишь нас строчка номер два ну что же команда бориса или не маяра на массы масса действительно также при том что опять вот левобережный тоже ну если смотришь очень интересная команда вроде бы в начали 2 но сезон надо на второй строчке после как раз и на пелемис достаточно долго они не сохранялись потом раз и и оттуда на очень большой промежуток времени исчезли хорошо выдали действительно вот концовку именно вот это отрезок как раз таки после вот этой пауз и помогло и команды которые паузы несомненно пошла на пользу то есть возможно что за это время они могли там что-то переосмыслить допустим взглянуть ну что-то у них не клеилось нужно было отдохнуть и мы видим что остаток игр то есть теоретически позволял взять медали они видать кого очень настроились собрать кого и выдали концовку снова кабу как ну как начало сезона как старт да то есть как стартовали да потом но ты не знаю чтобы здесь победители убережным стать им наверно еще одна пауза так если нужно так можно не растянуть его тогда на год до 1 действительно очень классно не поэтому я думаю что второе место этом ну как бы для них как золото которые уже можно сказать что они теряют совсем призы кого тут хлоп и все-таки они взяли как бы как стартовать сезон конечно более до поздравливали в бережной а ну и ответим также что элементов как бы уже вычеркнули да они чемпионы здесь это не поспоришь а вот у левобережного в какие конкуренты были вокруг да и сколько их там вот центр ручки и флагман вот и четыре конкурента 23 очка как буквально все на тоненькую решалась последний тур конечно и здесь как хорошо ли уверен повезло что последний тур сэмиска и и они спокойно уже практически или предпоследний предпоследний сэмиска сэмиска понимали что-то очки кого но тут еще второй соперник помог который не просто не приятно сигаретка и море уже смотрел на как серебро и вот он я не верю так же на бережный выигрывал тот матч потому что но такой настройка потерять как ты вроде шел 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 к бы не принесли раз вступиться я думаю не смогли да тем более как бы да еще раз от нск 3 очка они получают да и здесь вот ну все вот считай сейчас выигрываешь и ты точно на втором месте и как бы здесь уже было бы бесспорно если бы они ну вот ничья бы но там нужно было смотреть на результат а так поведайся то считать а то выиграл уже не сможешь инкурентов как бы это твое куб это понимать что тебя уже не обходит да действительно ну вот да еще раз подчеркиваю удивительный результат прошлый сезон левобережная как раз по-моему на занимал там 16 строчку или что-то точнее даже от стыковых мальчиков но вроде там чуть-чуть сумели 14 да потому что как раз они в зону стыков не попали на такой скачок а борис не было за пробел что школе следующий на центр ну вот наверное это главное открытие этого сезона это дебютанты во первых что меня танки да поэтому я думаю что взять так с первым с первого раза там третью строчку ну это похвально то есть они были чемпионами серебряный призер на того дивизиона в первой лиги и тут как бы заходя выше обычно все там присматриваться как бы там закрепиться в ли я тут хлоп сразу бронзи да и да и ну конечно лиц это тоже был момент что они ну изначально не рассчитывали я думаю ну прям точно попасть медали как раз это игорь их колобуду был нас в гостях и они говоря о том что ну действительно сразу поставили себе задача быть пятерки и но они выполнили действительно с ней справились исправились очень хорошо и вот он первый дебютный сезон и пожалуйста центр на третьем месте вот так как ли со стороны это команды очень хорошие образцовая играют в грамотный футбол поэтому я думаю что как раз они рассказывали как бы не гнались зачем-то была какая-то планка установлена и спокойно от матчу к матчу они пытались это взять то есть взять свои очки как бы первым то унесли поражение юнат элемент то есть показав все амбиции кого что клуб то может играть и обыгрывать да по сути центр реально вот показал себя той команды который может обыграть абсолютно любого да да согласен ну и вот как раз таки вот она самая главная интрига которая здесь была да если левобережному здесь ну и несколько где-то календарь помог и соперники да то вот центру русичем и флагману здесь действительно было ну точно очень плотно и точно было потяжелее да потому что вот левобережный 70 очков а дальше центр третье место 69 русичи 68 и флагману 66 то есть вот здесь плюс-минус одна победа да и она полностью меняет место как раз как бы в концов мы видим до что центр начал буксовать кабы но вот русичи которые вроде шли как тоже так они шатка немножко им как раз не хватило вот буквально вот эта осечка центра чтобы опередить их вот поэтому но с наверно обидно кого одно очко проиграть кабы и не попасть никуда кабы мы знаем что русичи тоже были номинантами не раз кабы у них призы есть кабы конечно я не стремятся повторить этот успех об еще раз взять конечно и руси как раз-таки нас были чемпионами до элемент конечно вот но и сказал ты да вот но я тебе себя скажу самый главный буксирует конечно мы по сути у нас были все карты на руках мы могли действительно точно в тройке заканчивать это чемпионат но да 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 с тремя тазами потому что у левобережного оказался 4 вот и поэтому да и вы не не прошли всегда 3 тазов можно побить комбинации побольше но вот если ты сказал как раз про что для левобережного это пауза пошла на пользу то вот для нас как раз таки номер да за соглашусь флагом как раз вот и ему не повезло с этой перерывом потому что ход был хороший да и даже принципе начал был хороших вы вышли 2-2 отыграли с юнат элемент имея игру в запасе тоже понимаешь да что уже по потерь можно было и центр обходить занимать вторую строчку но потом раз поражение потом ничья в том 5 поражения и видимо уже все все вся марат закончилась как бы понимаешь что уже призов как бы если не 2 наш никакой да но и здесь получается что и вот ну наверное такие самые главные выходные были где у нас была двойная игра с русичами и с метеорами вот но здесь в любом случае здесь руси просили переносит вот мы пошли на встречу алексей тарачкова но и они также взамен пошли нам на встречу то есть мы одинаково ставили это время на матчи ну и сам понимаешь здесь у нас все задействованы кто-то где-то на барсе да еще дополнительно кто-то просто на работе в лфл ну и по разные семейные так же дела у всех есть и поэтому решили что нужно собраться на один день вот ну а в сбор то вроде неплохой был но все равно два таких соперника как русич и метеорки эти более тот метеор который сейчас вот собрался действительно вот ну из шести предполагаемых смогли забрать только одно очко 222 ничьи помочь было но я имею ввиду вот в эти выходные то есть с русичами 4 4 да и поражение от метеора 85 но здесь действительно вот с ручками раньше у нас встречи складывались ну до переезда вот например на сету не и до переезда в зал ну достаточно практически в большинстве случаев нашу пользуют вот то я знаю что произошло или может быть площадка стала покороче и ручей чем стало как-то поудобнее но несколько приоритетов здесь поменялись тоже почувствую что сейчас начинает корабль тонуть и надо этим пользоваться и соответственно попробовать тоже поворот за медали вот ну практически им повезло то что как и сказали же центр торт начинал давать осечки но к сожалению кого руси все-таки не хватило немножко усилий как бы чтобы занять там призовую одну из точек да ну вот подводим как раз вот итоги вот этой пятерки до элементы левобережный центр призеры и руси флагман лет за ними но здесь вот действительно как мы уже сказали буквально несколько очков да вот кажется да ну вот где ты там но чуть-чуть расслабился да где-то нечего то да можно ладно догоним ну и вот одно очко что у вас запасы да вот в конце сезона как раз таки очки читают именно по этой паре и вот как раз когда вы смотрю руси как мы сказали одно там до очка не хватило центр тоже там парочка ну то есть вот действительно плюс-минус одна победа и считает и в медаль или нет вот что же переходим чуть дальше вот самая опытная наша команда и действительно она это доказывает медил на шестой строчке и здесь вот 59 очков да и вот на самом деле я думаю что для медилу 6 место это тоже почетное достаточно они дебютанты они вошли причем долгое время фактически это был дубль катрана вот потом уже в какой-то момент они поняли что могут и самостоятельно выступать и вот в том году они тоже были призерами и вот сейчас вышли к в шестое место из сколько там из 18 команд кого но считает 3 таблиц кого не проскакали кого 1 3 я думаю что это да но действительно молодцы ребята это андрей иванов кстати также то есть гостей у меня был да и фут какой-то момент медиа подумали что а почему нам самим не сыграть и и действительно смотри как хорошо получилось опять таки вот вот они два дебютанта до центр третье место медил шестое вот только в прошлом году не были в первом дивизионе и вот они уже в шестерке лучших команд примере дать причем идет он был чемпионом в той группе насколько помню и соответственно как мы видим это заслуженно игра то есть того поставлена игра как бы что можно бороться должна не только на уровне первой лиги но и вышли да и вот видел такой вот команда не подарок тоже для каждого потому что вот и дай ну он может быть человек который вообще незнакомого и никогда не видел игроков медил просто страны привет вас ветеранский клуб какой-то ветераны еще каким опытом действительно не раз конкурировали даже обыгрывали мидил наверно дважды кого но когда против нас там юрий горчинский чемпион по пляжам футбола дорогого это было очень тяжело кого ну мы понимали может это у нас чуть молодость кого сыграла но было тяжело да и там буквально такие что стандарт кого забивались по девятками чикывает душ как человек как рукой закидывает когда ей да и потому что ты не скажешь дашь это кому-то там несется в матчах да не то есть ты посмотришь куда абсолютно грамотно грамотно все расставляются и и насколько я помню фрук никого они вытягивают на себя соперника специально играет треугольником стартарем и потом резкий в рывок по флангу бы все у них же большинство кого большинством многие командами пользуются в атаку поэтому очень многие голы именно на контратак забивать да и действия не умеет решать это больше 100 ранее поднято коль что же вот катран ну катрану то несколько конечно разочаровывает еще один сезон на то что у команды коллектив хороший но в этом сезоне очень много вообще и просто не доезжала игроков на игры да и это и как она там и без вратаря был достаточно много встречи поэтому ну точно для катрана сезон нельзя считать успешно большая проблема стала это именно сбор потому что часто отмечалось что они там приезжали но чуть ли не просто на состав на заявку ну конечно чтобы решать какие-то там задачи для того чтобы получить призы это маловато скамейка должна быть здесь темп высокий и правую там насечку когда ты стоишь подышать впереди кого-то даже дороге гуртого ну это фактически как бы пропущены мячи голову которую в принципе вот не хватило катран для того чтобы наверно вклиниться в эту пятерку ну даже четверку на если вынесет там заскопки на элемент или как-то для элемент нужна отдельный чемпион открою без ломары как все профи капитата нужно вязать в борьбу четвертого было очень сложно катрана в этом сезоне да но при этом как бы мы действительно не списываем эту команду со счетов то есть то если катран следующей зоне перезапустится вот это кому действительно также по силам ворваться в топ-5 точно конечно они были тоже призерами поэтому они умеют как бы добивать победу них чемпионские такой ну скажем стержень как бы есть кого и они могут получать язык в обратно града поэтому все в их руках да действительно да вот дмитрий Товичинский как раз таки успел у нас буквально перед этим перерывом да вы сидите с ним поговорите вот на конечно его организаторские способности мы в новом будущем сезоне надеемся крылья ну вот наверное знаешь школе это самая средняя действительно команда вот которой но не выше и не ниже вот крылья всегда на своем уровне держится да да ты крылья никогда не падает вниз да но и слишком высоко тоже не залетают мы чтобы они любят играть ниже к мне интересно видим к бы выше но чего-то может быть и хватает для того чтобы побороться поиграть как бы они также как бы могут как и проиграть так и выиграть поэтому команда которая не скажешь и настроение кого я думаю что больше все таки зависит уже от соперника есть они соберутся они тоже какие-то команды да не сказать что прям лидеры спокойно по ним прошлись кого там были упорные матчи кого и ну нельзя как бы прям сказать что крылья вот середняка который будет снизу и набираться очки как бы нет они боеспособны они способны набирать очки любого то есть действительно да вот крылья могут отобрать и все пятерки а потом на 10 как робин гут а так надо одном коммуник снизу да 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 здесь кому не обломали крылья получается конечно вот поэтому да также александр спиридон привет но из крылья зитлева номер 8 но практически ровная середина след за крыльями располагается у нас виктория да но вот крылья у вот если брать по очкам да они вот прям отсекают вот первую восьмерку да вот дальнейших вот как ты любишь кстати коля в статьях да вот всегда где-то промежуточно до делишь команды на группы да ну вот здесь как раз таки вот первые четыре там еще четверка йод дальше идет четверка команд как раз таки вот виктория тройка диалог молния и восход вот эти вот четыре команды да я что такие середине киев причем если посмотреть тройка диалог она оказалась буквально в этой вот четверки вот именно в этот отрезок запрыгнули в поиск им также как мы называли левобережный пошла на руку перерыв потому что твой гость стоислав маржоков да он был рассказывал что столкнулись большим обильным травм игроков к бы и бывал он сам получал повреждение будет нужно было становиться и видимо вот за это время которое не играл тройки диалог она смогла как бы набрать мощь и свой ресурс восстановить как бы и мы видим что united elements да обыграли кого-то еще из лидеров в центр по моему обыграли или флагман ну в общем да ну конечно когда у тебя в команду заявленные игроки суперлиги этого сразу задается вопросом что ну сначала тройка идет там где-то борься за стыковые матчи а тут раз-два к вы уже понялись и раз его то есть действительно то есть они из этой зоны вышли себя так вот да у тройки действительно добавил и добавились игроки суперлиги ну во первых конечно выделим вадима цая также роман павшев добавился откуда-то тройка александр лапти выкопал но это действительно человек который вот есть напомнишь ты или нет у нас ведь в поле команда гео ндт была такая коль да я видел не так плотно соследил вы чего за занятие но просто название команды я помню да если брать там вот а кимин кукулев курамшин вот такие вот игроки за нее были заявлены на то есть ну вот считай как бы такой по полу атлантис маленьком только формате был и так вот и действительно отличная у себя селения кстати вот как и станислава мажоку даже пришлось себе от заявить убрать из заявки чтобы добавить этих игроков и вот пожалуйста подъем там спасение топач деку самим топач вот пожалуйста пришло усиление как бы вот тройка нашла возможность как бы привлечь этих игроков которые не самим помогли и вытащили ее за голову как барон сами себя и действительно вот последний момент вот обезопасили от просто и не только ну они бы точно не вылетели но от стыковых матчей неприятно для себя это точно ну и виктория вот и тройка наверное знаешь вот эти две команды которые таки ну в этом сезоне очень похожи между друг другом были да причем виктория играла очень хорошо первую половину сезона как бы потом во втором кубе начал немножко лихорадить как бы бывало что они даже там очень славы и сборы мелького дошла ты не сборка вы поэтому может быть ну я не знаю бороться за призы наверно им не позволяло в этом сезоне какая-то возможность но вот если приподняться там повыше только могли хотя не так завершает экватор наши таблицы да ну четко здесь я думаю они сыграли кого на своем приемом уровне что смогли взяли что не смогли к бы не стали пробовать вот и лимей кого и там тоже были победы соперников которые выше находится буквально в один мяч да когда виктория хорошая станут и вот здесь как раз таки и мы подходим к самой главной проблеме которые мы с гостями также создали да но и вот вот сбор да вот у элементов сбор практически на всех турах до всегда один идеальный ну и соответственно результата из этого его соответствует вот левобережной но здесь да здесь мы уже об этом говорили у центра так как команда имеет дубль там всегда со сбором в принципе все в порядке да это если брать первую тройку игроков а вот как раз таки вот этот центральная да вот крылья виктория тройка молнии вот здесь все восход и вот здесь как раз таки самый главный вопрос именно в сборе всегда практически да причем если мы вспомним то восход даже когда дубль имел кого-то да то есть где было столько что измечала заявка и требовалось расширение кого но видимо поиграв это буквально все за сезон да я думаю что может какие-то и время там попробовать как бы когда мы помним что там на дубль прижалка человека и потому что нам это не надо ну кому лучше и будем бороться на высшем уровне кого одним составом кого-то или ранее сразу должны эти боли да здесь можно так за двумя зайцами погнаться да и в итоге там результата нет и здесь да и здесь где-то там баракцы пытаться кого спастись к бы и здесь нету результат зачем-то на так вот да вот она виктория тройка да вот молнии восход вот так же вот эти команды так достаточно ровно играли не сказать что прям чем-то выдающимся были кого хотя тоже поединке порой бывали с ними сложным там буквально одного мяча доходил ради победе вот но тем не менее я думаю что тоже команда середня которого спокойно билась как бы по целую по хорошему кого они нормально остались держать свои позиции даже не спорят на последние туры где как могло что-то угрожать им там свалиться в коллекционную зону как бы но увидели календарь когда там и метеоры большом театре сбиться с лидерами я думаю что это мало вероятно было и они спокойно как бы чувство даже завершая игру кого что они точно не обладают мы с лидерами вы уже сыграли до 10 николь и поэтому но и нормально время лиги точно остаемся стыковых не будет дальше уже там внизу сами разбирать ну и вот он как раз таки самый главный до кусок это как раз таки у нас нижняя часть турнирной таблицы команда метеор большой театр ммфм атлетикс ну и нск мы уже тоже также за скобки выносим и вот она главная да и главная интрига главная битва была вот ну и скм наверно можно до сюда записать к пару точнее в тройку на в четверку даже команды к метеору большому театру ммфм но хотя из к нам меньше степени все-таки вот метеор большой театр отмечу даже не смотрел на такую плотность концовку сезона все-таки скм имел достаточно большой запас и это вот как раз начали по конец шевелиться большой театр метеор нск атлетикс это не вчетвером как как провалились в одну пропасть к вы потом сначала между собой начинали чехарду там меняться меняться кто напрямую кто выше потом поняли что когда одна вакансия уже отпала каба но надо бороться уже выше и стали приболять и вот и метеоры большой театр как раз в метеор усилился и генис севастьяна можно них не сначала сезона сколько я помню присоединился его по ходу они стали очень выдавать хорошие результаты то есть то что был на старте это что там во втором круге это два раза метеору надо на метеор такая команда конечно вот здесь если вот все приедут как раз таки там и севастьянов и еще ребята из титана там павел белов в воротах юрий костриков играл и на концовку гамиды шахбану они еще заявили буквально вот на три матча а в этой три матчей помогли им никакие стыки не попасть остаться в зоне как разки вот на четырнадцатом месте да мы пока на граничной зоне буквально вот а у большого театра если конечно этой команде переходить переходить календарь на концовку ну был просто наверное самые сложные из среди всех да но тем не менее большой театр я успел заметить они постоянно бывает что какую-то первую часть сезона стартует неплохо потом начинают дуракам уж валять кто знает вот у них как-то дела не за не закладываться а потом раз я не понимаю что уже все как бы пора набирать очки они начали как-то вот прям плавно подниматься подниматься как бы всегда вот закачивать где-то там ну посередине таблицы точно то есть они всегда спасались чтобы даже ну по-моему в том сезоне они где-то снизу может быть стыки попадали но тем не менее они я насколько помню них не играли там но это точно да и они остаются в премьер-лиге как бы вот посмотрим что будет в этом зоне как бы стык впереди к вы еще и там поводят соперники мы знаем что там с первой лиги портер уже точно стал чемпион тоже досрочный вот но там есть и из кмк достаточно боевые ребята когда то есть даже здесь к первым берете то есть портер с одной стороны там же так тоже разделение до золотой и серебряной группы группы а и б поэтому порта как займет там одну свободу вакансий портер сто процентов уже вышли да и так же к ними давай в gaston да а вот то будет в стыках попадать ну скорее всего то есть кмк ну и как раз таки вот к чему я самом начале сделал небольшую затравочку команда николая ворова который он также принимает участие является ее представителем команда форум вот и вообще 2 место да и осталось два да на текущий момент когда мы идем вторыми но у нас сейчас какой-то небольшой спад пошел кого посту мы проиграли интерна ну там все по делу без каких-либо шансов было там ребята тоже хорошие деблеры маленький шустриков и не угнаться за ним вот и после этого мы вроде кого рассчитывать что это будет точно поражение как бы но у нас еще игоревица который может побороться конечно но мы проигрываем крупных комедий как бы а вот это очень неожиданно эти выходные уже не сейчас олимпом как бы играть уже два очка а там уже на супер нагоняют конечно то есть остается как раз gaston остается gaston и бандита вот выписал тем более первая встреча с гастоном было очень жаркая до 65 победа gaston правда да вот ну коль над брать реванш и выходить ну в зону напрямую уже точно не получится так как в группе b как раз победитель gaston вот но у форма есть очень хороший шанс попасть и взрывовые на свои матчи все зависит от вас да действительно и попасть в западную премьер-лигу вот коллине ставили вообще кстати задачу перед этим сезоном или так сложилось так сложилось коровняга подниматься выше просто решили кого что будем играть как пойдет куба мы боролись когда первый этап то что мы не знали чтобы такого разделения в первой лиге то есть ну какие-то различные сценарии даже не писать какие-то различные сценарии просто потом увидели что мы оказались там в одной группе с одним количеством команд другого при других количество команд и когда нас пошло дело что мы идем на лидирующей строчке как бы всех обыгры мы поставили цель просто бороться за медали ну естественно золотые потому что двое других нас есть как бы оставались золотые но к сожалению как бы опять опять мимо золота да поэтому как бы не знаю как бы не плюнем как бы сейчас нас обойдут и комета и инферно как бы и вообще будем сидеть как флагман как бы не второй нашли как бы мы же и так слишком давно на пьедестале хватит пусть и другие порадуются дают ну вот да кстати вот у вас на экранах сейчас будет таблицы и первого дивизиона водка какой же сказал да здесь получается в два этапа чемпионат проходил да то есть просто сыграли круг между друг другом на все а потом как раз поделили на две группы а и б и вот как раз таки ну группа а еще расскажем портера с первого места там без шансов следующие с кмк ну из с кмк а у них 78 очков и турбоварных точно уже не догонит там у них один тур остался и 72 очка то есть все на этом нка попадет тогда то есть группы с группой а уже все понятно вот ну а группа b вот здесь и гастон на победитель а вот как дела бы это стоять и форму да потому что вот это сказал как ферма манды борются фактически но за два приза как бы и за одну возможность за один возможный билет побороться за стыки пример лиги если сказать об инферно я думаю что это команда не новичок они очень долго выступали в том числе и пример лиги играли поэтому они умеют играть я думаю что у них шанс конечно как у вас с ними встречи складывать вот сейчас проиграли до 1 а вот я руку пили но там мы сами себе у нас был не сборка бы причем у ребят него усиление мы могли спокойно это выигрышный матч был ну я считаю что в принципе это был для нас выигрышный матч но вот отсутствие состава как бы нам не позволил переиграть ему 5-3 по-моему проиграли прыгать по делу что они собрались как вот да и иногда все-таки помешает да вот но смотришь на соперника да видишь там мы там еле-еле пять человек у них почему же 5 только выходит раздевалки думаешь ну все ну несколько да понятно можно чуть-чуть расслабиться ладно их там пятеро причем уже своим говоришь да да там их пятеро сейчас это мы их раскатаем а получается наоборот в ответ кей было сын фирмы мы приехали нас 9 полностью забидая заявка кого они там комп с одной заменкой с двумя кого на пользу поровну кого они там шустрые ребята которые сделали груда собственно говоря что же вот такой у нас сезон получился отметил вот если вернуться к нашей премьер-лиги у нас есть но как гонка бомбардиров я думаю да я как раз к этому хотела перейти плавно до павел скотт вот поэтому омар и грязишвили у нас взял бомбардинский скажем эту 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 работу и бусу то есть получил вторым то идет евгений севастьянов да вот если бы оставаться выше там пять мячей до представляю что и визе возьмем сыграл всего лишь восемнадцать мальчик вы семнадцать круто один один круг и визе сразу смотри забил 44 мяча дал двадцать семь голевых то есть как бы если поделить это два практически два с половиной матча за игру мяча за игру да это сход 6 за то есть вот действительно если брать даже такой большой аквариум пример лиговский это вот настоящий акулы и силасянов в нем ну не в обиду катра да конечно да это очень хорошее усиление метеорок оба него не подсуетились скажешь понимали что дело пахнет жареным и когда шансы были совсем призрачные чтобы там не занять последним там предпоследнюю строчку кого они вот начали усилить делать усилия на транспортную политику проводить грамотную и вот евгений такой дарование который вытащил метеорка бы приземлил на землю действительно и все равно коль не нельзя не отметить вот и артема хорламова да вот он замыкает тройку лучших бомбардиров да вот действительно трансфер игрок которого александр сабиридонов к себе в крылья пригласил ну и посмотри как здорово действительно в этом сезоне выступил и сорок четыре мяча на колоте но и конечно вот здесь и от тройки диалог о чем мы говорили вот на михаил карулин до сорок один мяч и вот это 40 мяч на уж точно помог до тройки не попасть и как раз таки в зону стыков да соглашусь бумагир есть да теперь ассистенты вообще очень интересная ситуация здесь мой любимый ассистент конечно евгений варушин это учесть 43 мяча это придумка что нск практически второй круг не играл там буквально сыгран две игры и вот это финального тура финального тура он возглавлял он просто до последнего держался до последнего номинантов как бы номинанты как бы уже ушел а номинант может уже и в другой лиге там набил еще сорок сколько там сорок три сорок два голевых пасса это но это действительно уникалия я просто не знаю как евгений это сделал последний матч как бы максим львов как бы три ассиста и сумел как бы вырвать это чемпионство все-таки по делу да скажем так но действительно она была очень к бы эпично сезон такой получился ситуация была команду же второй круг не просто нет а распасовщики никак не обгонит человека уже не играет довольно давно да просто было удивительно если бы еще и в бомбардира был евгений тоже с где-нибудь сорок три мяча да и амару бы тоже пришлось тяжело что вместе с евгением севастьяновым и компании его обогнать и здесь а я думаю может быть через специально как бы центр поглядывал к вы думает ну вот вот у кого шанс есть обойти как давайте-ка ты будешь сегодня отдавать стараемся не промахнул правильно правильно да ты ставьте его сада на дальнюю и только туда передачи все правильно да ну действительно здесь выиграл футбол я имею ввиду в ассистентах да ну и вот смотри амар кстати а также здесь недалеко ушел 39 голевых передач да причем по гол плюс пасс это лучший игрок да вот амар у нас не только лучший бомбардер но и получается мвп западной лиги поздравляем мы мара действительно вот а следующий как раз таки след за ними и севастьяну здесь все логично человек тащил команду как бы являлся таким своим джокером поэтому заслуженно тоже заслуженно конечно ну метеор у нас такие если там артур знает когда этих джокеров доставать из кармана благо есть и он является администратором как в футбольном клубе титан ну и просто хорошие отношения нет ребятами позволили метеору в концовке сделать тот рывок который нужен был гол плюс пас да амар решили и севастьянов ну и вот и артем хорламов как раз таки вот она тройка ну там амар все таки ну потому что единственных немного матчей как можно сказать это сыграл амар сыграл гораздо больше но и все равно 88 до цифра и малюшки заслуг его как бы он старался молодец большой несмотря на невысокий рост маленький да удаленький да ну и отличный трансфер для алексей трачкова в это окно трансфер на которое было перед сезоном ну и еще одни главные действующие лица долгу лета как они конечно же вратарский цех кого-нибудь поздравим кого-нибудь да поздравим конечно элементов всего пропустил в сезоне поэтому это удивительно если бы они были не на первом месте я думаю что с таким колоссальным как бы отрывом вряд ли кто-то мог бы отстоять на ноль как бы меньше чем вратарь кого united elements ну конечно здесь максим линченко линчик в первых рядах 22 мальча да и коэффициент пропущен мячей 177 но не знаю я на самом деле честно вот по тем играм которые я видел у элементов в принципе везде все время играл игорь гриш то есть у него вот 19 матчей да но максим достаточно был на матчах просто вот но я говорю я и просто не видел все матчи элементов поэтому здесь получилось где-то пополам где-то и игорь где-то окси опять же зависит кто с каким соперниками сыграл когда какой-то момент было но и да при этом получается что вот игорь гришин кстати мы тогда также не умоляем потому что вот 19 матчей мы буквально не хватило одного матча чтобы вот суда в 20 20 более ну и при том что вот мне и сам по себе этот вратарь импонирует да вот и смотришь на него со стороны да ну и всегда первая мысль такая а ну и разве вратарь играет достаточно грамм коневать ворота он и распасовывает и подсказывает что через него играть очень часто и он помню стать одну углевую передачу сделал в вашем матче когда скинул на голову да и в зверю вам в одно касание как раз и плюс игре вечера на габариты к бы он уверен закрывает ворота и подсказывать своей команде и я думаю им комфортно и надежно чувствовать ну когда отдышу тарю и понимаю что можно найти зоны впереди и он не будет ошибки за никого что как раз то посты придет туда куда открывается игрок ты всегда уверенно в своих оттеллах да на эти боли и грибиш у нас также учениния здорово играет и в большом формате 8 на 8 и до 1 севере выше дизионе за ниву по-моему или за динамо северного сейчас честно говоря забыл но все равно то есть действительно игрок и очень высокого класса игрок выше религи что севера да так как север нас является одной из самых сильных лик в москве да ну и собственно и уже дважды чемпион завтра прилигия 5 на 3 когда такие люди в командниках такая разница не по очкам и по пропущен данный здесь как раз таки говорит помогает и говорю вы кажется где много не пропускать следом коль идет андрей комиссаров в футбольный клуб русич и вот андрей 25 матчей провел действительно вот капитан пробущенных печать 2 ровно 2 не больше не меньше знаешь в одном тайме один любви во втором тайме скорее всего я уверен что не были и сухие игры но но это сто процентов но я не в этом сезоне то хотя бы корей не но это да но кстати по моему вот в конце травму получила как раз таки андрей комиссаров и в матче с нашим с ручьями алексей тарачков на воротах стоял и как раз таки говорил о том что вам кресты у андрея поэтому достаточно долгий промежуток времени до чтобы с такой травмой становится поэтому конечно же желаем ему здоровья но и без травм обходиться конечно и андрей комиссаров и всем нашим любителям футбол да безусловно человек который познавший вот ну и следующий следом никита зимченко футбольный клуб флагман но никита действительно наш просто наша палочка выручалочка настоящие вот чудо вратарь действительно вот ну здесь мне и вот и как я сказал игорь гришин импонирует и андрей комиссаров также ну достаточно много хороших ватарей у нас в высшем дивизионе но все равно вот своего вратаря я люблю больше всего потому что вот те сейвы которые совершает никита зимченко но есть на если вот и наблюдал не только вот например игру нашу с элементами может быть вообще в принципе какие-то наши игры и навидел такое или нет но действительно вот и никита тот ватай который вот настоящий кошечки но только в 5 на 5 формате тащит все вот так кажется меня еще же сейчас ленточку пересечет но никита откуда-то находит себе всегда силы да и не пропускает то есть вратарь с уникальными сырами я видел игру никита знаем это уже давно как бы уже не первый сезон когда видел его и в действии как бы судейском корпусе даже сейчас показал в паузу в этом направлении ну увидим сосредоточиться все на флагмане но к сожалению кого не удалось как бы выкинуть его в этом сезоне на какие-то призы но тем не менее флагман тоже призы берет к бы поэтому я думаю что это дело случая как бы ну сами виноваты да но и здесь его выдал больше не хочешь на у концовку с нами да вот его никита сорок 8 пропущенных мячей за игру но я думаю коль можем перед тем как ним немножечко про кубок запада скажем да давай все-таки какой-то итог этого сезона вместе с тобой подведем ну хороший сезон действительно получился да несколько он сами понимаете дорогие зрители подбит он ну мы все здесь оказались подбитыми да вот этой паузы и вынуждены дают вот ну слава богу футбол вернулся я действительно всех вокруг видеть и слава богу что все живы здоровья здоровы и этого я всем также желаю вот да если не было это пауза конечно же мы бы уже играли с сезонного да но ничего то есть бы может как обычно начали с лета но ничего самое главное этот сезон мы закончили вот закончили действительно хорошо действительно было интересно вот и еще раз отмечу что было интересно наблюдать и вверху кто же попадет в медали и внизу да кто кто же попадет в стыке пойдет останется ли там большой театр или нет вот как мы настоящий артисты вот как говорили локсей бутик человек командным настроением большой театр если сравнить его даже с предыдущим то там уже за несколько до конца было решено как бы вопрос как и призовыми местами внизу как бы обострение было всего что мы за одну строчку ну то есть это меньше число команд которые участвуют между собой этому кто пойдет стыке кто пойдет напрямую останется вот здесь кого на двух плюсах как бы борьба вот как мы видим допустим последнюю туры шла и то мммф если бы она не отдала бы левубережному очки да как бы понимаешь что обыграв катран как бы но мы уже все спаслись как бы забыть наверное немножко в регламенте о том что последний тур очки-то отбирать если не приезжаешь как бы и таким образом не только помогли левубережному метеору как бы подняться выйти из таковой зоны как бы поменяться с ним помогли двум двум зайцев да 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 себя да засунули наоборот некоторые проблемы получилось так действительно с НСК мы уже достаточно давно попрощались да здесь напрямую также попрощаемся и с Атлетиксом хотя в принципе вот это тоже команда которая вот когда собиралась я помню с ними мы играли первый круг мы их выиграли а во втором круге я там приехал две с половиной четверки то есть у меня сразу возникает вопрос а как же когда я открываю таблицу и смотрю как же Атлетикс на предпоследнем месте да причем там были ничейный результат по-моему отбирали очки Атлетик у лидеров как бы и я думаю что опять же ну наверное проблемы все так со сбором вышли как бы несмотря на то что там на один матч там приезжает девять человек да а на другой кого не досчитываясь как бы ну потому что команда играть не первый сезон как бы я думаю что она умеет играть ну просто к сечению обстоятельств такое бывает как бы в футболе как бы когда мы тоже помним да Левобережный как он боролся за выживание в том сезоне как бы и снова как бы уже берет серебро как бы в этом и так же было и позапрошлые годы когда команда шла в верхушку в верхушку поэтому был провал поднялся ну скачок не там не до первой лиги кого но тем не менее но я уже бываешь какой-то перезагрузка требуется вот такие упады у всех коллективов как бы их подкосить но никак никак хорошие кличи но мы патрулим конечно это большая заслуга максим линчика в том что они собрались да хочешь не хочешь но там действительно там две трети сезона практически без поражения идти там со с одной ничьей ну это действительно очень отличный результат если отметить что не смотря что ммфм ммфм она все-таки опускается в зону стыковых матчей я думаю что команда успеет достойно потому что без малого это те люди которые брали и кубок запада все время кубок и играли в суперкубки с юнайт элементском буквально перед началом боевой состав я думаю что проблема была вот как раз видно собратского и если вот они соберутся они конечно останутся как бы взаимной лигию потеснив кого-то либо из кнк либо кого-то из нашей группы в зависимости вот так закончится да ну и просто кто на кого действительно вот на кого бы коль ну допустим форум у нас занимает вторую строчку то вот кого-то выбрал большой театр или же ммфм может какой-то точки зрения я обнаружил большой театр я знаю там многих ребят с которым там Сергей Пахом еще в начале двухтысячных Женя Бобровский на районе как бы ни в одном турнире сыграли как бы не часто ну не раз пересекались поэтому конечно был бы стоить ну с этой точки зрения конечно против них хотелось бы больше сыграть то есть ну действительно это пока как мечты как бы предположения потому что у нас еще постоит два тяжелейшие игры и стоит как бы за них вороться чтобы какие-то все-таки призы может быть все-таки получить и в этом сезоне и уж да там будем смотреть на кого мы да то есть вот действительно относительно западной лиги да у нас уже точно все и мы уже будем ждать нового сезона да а вот относительно первого дизиона осталось подождать ну совсем чуть получается две недели да ну и давай коль тогда и конечно же несколько слов о кубке запада скажем да во первых что он переходит несколько точно на новый формат да если мы привыкли что кубок запада у нас начинается просто сразу со стадии плывов да и команды там с высшего дивизиона подключается гораздо попозже там помыться 1 16 финала да то вот сейчас так как сезон уже у нас закончился да здесь вот руководство западной лиги 5 на 5 решил вот некоторые новшества вынести да и вот кубок запада теперь у нас действительно как такой отдельный турнир получит да ну что сколько в плане того что формат несколько виды изменился он не скачал новый там он привыкли играть и летние кубки и зимние кубки по таковой системе и это в принципе радует кого другой момент может быть немножко кого-то будет удручать то что эти изменения неслись уже по ходу сезону хотя ну как с подлинной точки зрения несколько может не этичные но тем не менее как в игр побольше там те кто успели соскучиться за паузу конечно на играется сложность будет в том что когда тебе дается всего лишь один соперник ты понимаешь там где-то вы можете просмотреть кого изучить как бы настроиться на одну игру до проходя дальше то игра в группе как бы это намного сложнее дается потому что может быть ну как бы соперника первых разного класса да и ты не понимаешь кого отталкиваться это вроде настраиваешься там насильно кого его побеждаешь как бы у тебя всплеск ему а и ты готов дальше дать им еще одного и так и думаешь чтобы она этих там и обыграли уже поход сезон там дважды как бы сейчас мы накидаем а получается он как у нас кометы как обыгрываем они нас потом нули все влетает как бы в одну калитку здесь чё по девушкам ничего просто смотри как уходить но не пожалуйста не уходите да не идет как не идет вы здесь не да и и получать так что у нас вот аж 77 групп в кубке запада набралось то здесь среднем 6 команд в группе до 1 лишь группа там с семью командами то есть получается нужно еще только на стадии групповой 5 матчей собирать и дальше выходят две напрямую команды и 1 получается я думаю если напрямую где-то на эту стадию 1 8 а 14 соответственно две команды еще будет получим для там как бы выйдет кабыли по высот с 1 16 если делать прогнозы я думаю что я бы сделал на что команд 10 пройдет как бы из высшего дизиона того ну даже не 10 побольше 12 12 так а кого добавим из 1 нет я думаю точно портер может вполне зацепиться гастон как бы из кмк 3 до плитки не верно это вполне верно другие коллективы которые принципе играть неплохо но они также играть неровно не то что не играть неплохо но не ровно не ровный но в плане опять же сборки на игры конечно насколько они будут замотивированы что там поиграть как бы слышали когда проверить свою силу посмотреть или насколько они там покажутся конкурентоспособны их фоника бы ну здесь нужно вы набрать даже то что по максимуму брать допустим ну пусть семь человеков но это такие которые там рабочие лошадки которую все внимание сконцентрируем на поле минуточки слабины как понимая что вот играть на свиска до свиска скинет руки кверху на сигнализирует что все того что можно успокоиться но и да и при этом получается как раз таки что вот если брать группу да то здесь обязательно группе будет там ну в какой-то два в какой-то три представителя высшего дивизиона и вот здесь как правильно ты сказал что здесь у команды первой дивизиона как раз таки будет хороший шанс сравнить свои силы с командами премьер лиги это во-первых да во-вторых действительно здесь будет не все решаться как обычно вы привыкли в одном матче здесь вот уже на стадии групповой уже такой хороший отрезок кто-то ну чуть больше месяца до получается потому что даже два представили премьер лиги во первых они друг с другом кто-то уже потеряет одни очки кого а там тут из них может попасться в тот момент когда там они очень встречи провели попали там каком-то условно с кмк до который на подъеме а те наоборот морально на спалькова теряет очки 2 мачка вы уже сложнее там даже ну там застыки уже придет а ты стараться сравниться с другими представителями и в каком в какой-то группе вообще не факт что например мы же конечно мы же не списываем команды первой дивизионности счетов и не факт что все как ну вот мы несколько предполагаем что все команды высшего дивизиона должны обязательно из группы выходить нет этого вполне может не случится да конечно и более да и как будут относиться сами представители премьер лиги конечно я смотрю кто давно не играл идите вот вам да 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 побегайте пожалуйста да да команда с амбицией как был импульс в свое время а не александр корин в свое время он выступал опять в свое время в свое время долго выступал в формате 8 на 8 потом у них там что-то видимо они взяли чемпионство роли дивизиона в первой лиге может были не готовы и решили поиграть в двухкорочный формат 5 на 5 и вот пожалуйста они сыграли в фунтове и взяли вот это насколько я помню как только и пусть берет чемпионство начинаются какие-то проблемы или какой-то кубок например награды есть кого дальше нам не надо возвращаемся вот ну я думаю коль мы так конечно если прям все глубоко на обсуждать да нам здесь эфирного времени можно прям растягивать и растягивать но так вот в общем в итоге подвести точнее итоге постарались мы с николай воровом я говорим огромное спасибо колли спасибо пришел вот с коли мы конечно же никуда не денемся да но я думаю что уже со всеми нашими зрителями или зрителями и участками увидимся в следующем сезоне но отдельных наших номинантов вариантов мы увидим на церемонии награждения которые в этом году будет совпадет там уже в канун там новогодних праздников к этому времени когда мы привыкли уходить на паузу формат немножко поменяется и вот такой как бы еще одно событие будет нас поджидать конце года действительно это так ну что ж или лукенов николай воров были сегодня вместе с вами смотрите мир любительской футбольной лиги а ну а тебе коль я конечно же желаю удачи в концовке твоего чемпиона спасибо всем пока